Я сегодня, ребята, буду готовить рулет мясной. Вчера я достала мясо размораживаться и совсем забыла... Это карбонат. И совсем забыла заснять, как я мясо разрезаю. В общем, был вот такой кусок мяса. Вот такой. И я потихонечку вот так вот резала, не до конца. Далее поворачиваем и еще вот так разрезаем, ну, чтобы у нас получилось где-то сантиметр толщины. Далее мы мясо наше маринуем теми приправами, которые вам нравятся. Здесь у меня адыгейская соль, розмарин, черный перец, итальянские травы. В общем, вы можете добавить все, что вам нравится. И оставляем наше мясо минимум на 6 часов мариноваться в холодильнике. Просто складываем. Уже промарин, уже смазанное специями. Кладем в емкость, накрываем салфановым пакетиком и убираем в холодильник. Чем дольше ваше мясо будет мариноваться, тем вкуснее оно будет. Минимум 6 часов, максимум можно до суток. Сейчас мы с вами приготовим начинку для нашего мясного рулета. Для этого я две луковицы меленько-меленько порезала, хорошенечко промыла и высушила наши белые грибочки. Сейчас я их перебью в блендере. Грибочки перекладываем в блендер, закрываем. Одна минута и наша грибная икра готова. В сковородочку наливаем немножко масла и отправляем наш лук. Пусть пассируется. Лук стал мягенький и отправляем нашу грибную икру. Грибы у нас были уже отварены, поэтому жарим недолго. Сразу, как только добавили грибы, можно добавлять любые ваши любимые приправы. Я добавила соль, перца, куркумы и горчицы. Соединяем, даем 5-10 минут, чтобы наши приправы соединились с грибами и луком. И можно выключать. Все, ребяточки, 7 минут у меня прошло. Я плиту выключила. Теперь переложим в блюдо для более быстрого остывания нашей начинки. Начинка должна остыть полностью. Переложили и пусть остывает. Начинка наша, ребята, хорошо остыла. Мясо довольно-таки долго мариновалось. Сегодня оно у меня мариновалось, наверное, часов 9. Распределили нашу начинку по нашему мясу. Стараемся, чтобы по сантиметру или по пару сантиметров по краям у нас осталось, чтобы начинка не выпадала из рулета. И начинаем скручивать. Вот такой, ребята, толстый рулетик у нас с вами получается. Сейчас мы его завернем в руках для запекания. Рукав для запекания, ребята, я разрезала вдоль, чтобы получился вот такой широкий лист. И сейчас начну закручивать. Вот так вот берем наш рулет и закручиваем плотненько. Края хорошенечко завязываем. Вот так у нас с вами получилось. И сейчас мы еще шпагатом перетянем в нескольких местах наш рулетик. Вот так вот у нас получилось, ребята. И чтобы сок не протекал, мы положим еще в один рукав для запекания. У меня дома оказался пакет для запекания. Я положила в пакет и зажимом закрепила. Духовка у нас уже разогрета на 200 градусов. И мы ставим наш рулет на нижний уровень нашего духового шкафа на 200 градусов. И выставляем 2 часа. И пусть наш рулет запекается, ребята. Все, таймер выставлен в 21.53. Наш рулет будет готов. Два с половиной часа у меня рулет выпекался в духовке. Два часа выпекался при 200 градусах. И полчаса при 100 градусах. Из первого пакета мы наш рулетик достали, а во втором оставляем до утра, до полного остывания. Наш рулет, ребята, хорошенечко остыл. Всю ночь простоял в холодильнике. Я сейчас, ребята, рукав для запекания сняла, ниточки разрезала. И вот такой красивый рулет с белыми грибами у нас получился. Начинка, еще раз повторюсь, может быть совершенно любая. Кто-то делает с вишней, кто-то делает с салями. Можно добавлять фрукты, овощи. В общем, здесь уже на вашу фантазию. Можно вообще ничего не добавлять. Рулет очень вкусный на бутерброды. Просто изумительно.